Я вам говорю о законах, понимаете? Эти законы удачи, они прописаны в древних священных писаниях. Законы такие, если ты человеку прощаешь, значит человек тебе поможет в жизни. Вот допустим, вы старшим прощаете глупости, пойдете вверх, обретете власть. Если равным прощаете глупости, значит обретете возможность развиваться вшире. Означает, допустим, человек хочет торговать, вот допустим, продавец хочет продавать свой товар, элементарно. Вот он, допустим, продает хлеб в магазине или еще что-то. Как ему сделать так, чтобы хлеб продавался? Некоторые думают, надо технологии какие-то изучать, рекламы там, как-то, чтобы человек шел ему в хлеб в морду. Он говорит, на тебе хлеб, мужик, давай, иначе тебе без хлеба не прожить. Вот так навязчиво очень думают. И сейчас вот человек прямо в морду, если ты хлеб всунуть, он сейчас прямо его купит. Ну, примерно такое мышление. Как на самом деле это все работает, я изучал это серьезно. Вот смотрите, вот представьте, допустим, вы приходите в хлебный магазин. Это все на предсознательном уровне происходит. И вас встречает добрый человек. Женщина вам улыбается, говорит, что вы хотите купить? Здравствуйте, там запомнила, как вас зовут, там вы представили. Вот, что вы хотите купить? Вы говорите, хочу вот такой-то хлеб. Она говорит, это не бери, это черство, это вчерашний. Вот это, попробуй, вот это хороший хлеб. Раз точно так, хороший, супер. Потом в следующий раз опять вам она помогла. Она же ущерб себе делает, понимаете, ей же надо продать товар. Но вы туда будете ходить, потому что вы почувствовали там любовь. Вы пойдете именно в этот хлебный магазин в следующий раз, и опять потом туда. Так вот продается все на самом деле, понимаете. Если ты продажами занимаешься, люби просто людей. Не надо им ничего втулять. И люди тебя начнут любить. Это обратная реакция. Ну, то есть, видите, человек уважает старших, становится старшим. Человек любит людей, может, люди им помогают продавать товар. Человек любит младших, если уважает. Что значит уважать младших? Это значит все приколы, их при бабахе терпеть. Ну, тут такие младшие, это те, кто косячит. Те, кто не могут как ты жить. Вот ты, допустим, руководитель, у тебя младший. Но обучай их, как правильно. Объясняй им. Воспитывай, наказывай по-доброму. И они все будут тянуться к тебе. Самые лучшие люди останутся с тобой. У тебя будет вот такой коллектив со временем. Но сначала тебе надо принять, что люди могут косячить. Надо согласиться с этим. Не обращать внимания на их при бабахе. По-доброму к этому относиться. Терпеть людей. Тогда у тебя будут младшие. И у тебя будет очень хорошая команда. Ты сможешь там горы свернуть. Когда у человека есть команда, он горы может свернуть. Но если он всех косит, ему все не нравятся, все плохие. Ну, значит, тогда не будет у тебя помощников. Уважаешь старших, становишься старше. Уважаешь равных, развиваешься вширь. Уважаешь младших, получаешь команду. Продолжение следует...